Всем пока, дорогие друзья, с вами Винди И сегодня мы поиграем в свою игру под названием Who is Lila? Кто такая Лила? Очень интересная игра, очень интересный концепт Давным-давно его нашел, но забыл Вот, недавно у Евгения увидел и вспомнил Таки, вот, давай поиграем Посмотрим, что это такое Что я понял из описания, это то, что у нас есть лицо И наш главный герой, вот он проснулся Наш главный герой, это чувак, который Не имеет эмоций Он, блин, не помню, как это называется Типа соцопат Трудно для меня выражать эмоции Я завидую другим людям, которые умеют Делать свои лица, естественно Но мне приходится Постоянно стараться Сделать какую-то эмоцию и двигать мускулами Каждое утро я иду На кухню, в ванную, чтобы вспомнить Какие лица я буду сегодня Показывать Так, то есть я не умею эмоционировать, и это такой маленький квестик Да, так, у меня есть телефон Поломан, почему он все еще здесь лежит Не знаю, потому что ты, скорее всего, не просто Не умеешь выражать эмоции, но и не умеешь Делать квартиру чистой Блях, какой я маленький Че такой маленький? А, так, ладно, хорошо Вот она Вот это мое лицо, кстати говоря Олень, какой красавчик Так а че? Пустая пицца Со всяким мусором Так, подожди, это у нас кухня Мне нужно сначала взять мусор Вот он, мусор Вы взяли мусор Так, подожди, мусор это, конечно, здорово Нам же на ванную с тобой надо, не? Мы же с тобой хотели в ванную А где ванная? Вот это ванная Пойду, мусор, выгуляю в ванную О, Найс Когда я вижу мистер Хачкинса сегодня Она спросит, как у меня дела Как каждое утро Я отвечу, спасибо А! Она спросит у меня, как у меня дела А я отвечу, вот Вы улыбнулись Окей В общем, наш чувак не умеет выражать эмоций И ему постоянно приходится делать эмоции Своими, собственно, силами И поэтому сейчас, походу, мы пытаемся установить Какие эмоции видим Я вижу мертвую собаку на улице Я сделал лица типа такого Отвращение Не, 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 не Там внизу нейтральное Отвращение Да почему грустное? Вот Я грустный Вот здесь показаны эмоции, которые у нас с тобой есть Вы сделали грустное лицо Так я реагирую на каждую собаку, которую я вижу Окей Мне кажется, что мы с тобой маньяк, на самом деле А... Что? Глаза, короче, крутятся Я вижу странного чувака в магазине, который подходит ко мне Я его испугаю Сделай злое лицо Это больше похоже... Вы выглядите с отвращением Не, не, не Это не то, что я хочу Если странный чувак Ко мне подходит Я его испугаю Так, а что такое злое лицо вообще? Злое лицо это на бычицу Типа такой Ух Ууу А что? Это страшно Ладно, вот это вот злое лицо Нормально Вы сделали злое лицо Я просто немножечко вот так вот Оп Немного бровки смыкнули Учимся с тобой эмоционировать, парни Если вы не умеете эмоционировать Немножечко бровки смыкнул Вот так вот И вот так вот Все И получается злое лицо Если я намечаю Узнаю Что мой злой враг Умер То какое лицо я сделаю? Если мой злой враг умрет Я сделаю это лицо Ну, наверное, я буду довольным Блин Хе-хе-хе-хе-хе-хе Я немножечко удивлюсь, потому что я немножечко удивлен Но в целом я... Бля, какая крепота! Какая крепота! Вы улыбнулись. Мать моя, женщина, я увижу эту улыбку у себя во сне. Я больше боюсь не проснусь. Да, все верно. Не нужно прятать это. Если кто-нибудь узнает, что я буду рядом с каким-то подозрительным событием. Я буду делать это лицо. Короче, если кто-то заметит, что я что-то плохое сделал, что я буду делать? Я буду сюрприз. Типа, ух, ёб твою мать. Я удивлен. Не-не-не, не испуган, не испуган, не испуган. Да не испуган! Вот, я удивлен. Короче, если меня полиция на чем-нибудь запалит, то я сделаю такое лицо. Нет, офицер, я ничего не сделал. Нет. Не надо меня подозревать. Это максимально реальная эмоция. Все люди так делают, да? Если еще хоть раз я увижу того, кто прячется в утеплительной комнате, я буду испуган. А как испуганный? А как пугаться? Я не знаю, как пугаться. Подожди. Я ж 31 никогда не пугался. Я не умею пугаться в принципе. Отвращение. Да я... Таким лицом ко мне никто никогда не подойдет, мне кажется. А как мне сделать испуг? Подожди, парни, а как вы делаете испуг? Парни, а как делать испуг? Я не умею. Не, реально, я не умею. Типа... Что? Он говорит, нет, испуг это не та эмоция, которая мне нужна. А, ну я же не встречу того человека, которого я видел тогда в подвале. Человека в подвале я видел? Блин, прикинь, то есть это человек. Вот это наш главный герой чувак, который не умеет выражать эмоции, и он даже испугаться нормально не может. То есть лицбойщиком ему стать не получится, мне кажется. Мне нужно выбросить мусор перед тем, как я пойду в школу. Я школьник? Я не появлялся в школе довольно давно. У вас новое задание. Выбросите мусор. Ну, пожалуй, я выброшу себя, потому что я и есть мусор. Я кого-то убил или что? Почему я так пугаюсь этому? Мне звонят, но почему-то такое выражение лица, будто меня спалили при... эти. Эй, чувак. Полицейский. Что такое? Почему ты не отвечаешь на телефон, который они тебе дали? Кто они? В любом случае, ты слышал, да? Отец Лоуренс умер. Отец Лоуренс это мой враг? Я сейчас буду доволен. Встреть меня на станции поездов. Да, 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 да. Смотри, у меня улыбочка немножечко. Видел? Подвое появлялось немножечко улыбочка. Так, подожди, а разве этот... Не сломан был? Не понял, пас. Лиля, пожалуйста. Кайбли... Лиля. Подожди, этот разве не был сломан? Мы же брали с тобой, этот телефон был сломан. Я прошу тебя, верни меня обратно. Я точно маньяк. Я тебе точно говорю. Я маньящина. Я конченный убийца. Я не могу взять больше этот телефон. Журнал. Школа. Выбросить мусор. Ну, пойду выброшусь. Так, ладно. Блин, какая интересная игра. То есть здесь есть какие-то еще сюжетные приколюхи. Мы с тобой, возможно, кого-то убили. Потому что кто такая Лила? Лиля, видишь, где-то пропала. Таня Кеннеди. Потерянная персона. Танюха. Танюха, ты куда пропала? Танюха. Танюха пропала. И кто-то, короче, кто ее ищет, реально найти ее не хочет, на самом деле. Потому что он четыре одинаковых этих постера повесил на одном лестничном пролете. То есть он найти ее реально не заинтересован. Ой-ой-ой, это же та самая женщина, которая сейчас спросит у меня, как дела, да? Здорово. Привет, дорогуша. Здравствуйте, миссис Хачкинс. Я улыбку сделаю. Ну, здравствуйте, миссис Хачкинс. Вы улыбнулись. Если б я так улыбнулся, меня б побили сразу. Что ты делаешь сегодня утром так рано? Я просто выбрасываю мусор, миссис Хачкинс. Ничего подозрительного. Здесь было довольно много ворон рядом с ними. Много ворон. Вороны едят трупы. Нет, вороны не едят трупы. Вороны вообще ничего особо не делают полезного. Парни, кто шарит за биологию? Или девчонки, может, вы шарите? Что делают вороны вообще в принципе в круговороте жизни? Какая роль у ворон? Допустим, там белки бегают и воруют эти яблоки. Крысы бегают и переносят чубу. А что делают вороны? Маленькие ублюдки. Ты про детей? А, ты про это, про ворон. Ладно. Я пойду, миссис Хачкинс. Неприятно было с вами по-пси. Берегись себя, дорогуша. Миссис Хачкинс, такая приятная женщина. Облюблю ее. Она самая. О, вот она, ворона. Каркар, мазафака. Только попробуй напасть на меня. Я тебя убью моим могучим кулаком. Ладно, теперь мне пора идти. У вас новое задание. Возьмите автобус до школы. Ворона, я могу? Маленькая ворона. Я не буду ее пугать. Слушай, ты, походу... Слушай, а разве вороны сами не убегают? Нет? Походу, я самый легкий человек на планете. Потому что воронам вообще на меня плевать. Прям от души плевать. Так, это автобусная остановка, да? Куда поехать? А я могу поехать в школу? Или я могу поехать туда, куда вообще не надо ехать? Ну, поехали в школу. Прикольно. То есть я здесь еще и писать в места могу, куда я поеду? Интересно. То есть у нас с тобою есть какая-то загадка с Танюхой, которая пропала. И кто такая Лиля? И Лиля мне звонила. Она просила вернуть меня обратно. Я не знаю, что это. Возможно... Так, ну, я, наверное... Ты видел полицию снаружи? Что там произошло, мне интересно? Не знаю. Кто знает? А, знаешь, я сегодня плакал. Ну, ладно, ты возвращаешься к старому себе, да? Я имею в виду... Это нормально, я точно постоянно плачу. Не-не-не-не-не-не-не-не. Это не из-за этого. Я просто, знаешь, медитировал несколько месяцев. И сегодня я понял кое-что. Да? И что ты понял? Нет, что-то не грустное. Я не мог перестать смеяться. Так, а что ты узнал? Будет звучать глупо, но типа я теперь знаю, что все мысли, которые у тебя в голове, они друг с другом конфликтуют. Да, внутренние монологи и все такое, да? Ты сам с собой же постоянно споришь. Логично. Да, но вещь в том, что ты — это то, что и есть эти аргументы. То есть ты и есть спор. Если ты на них посмотришь, они исчезают. И когда они исчезают, ты тоже исчезаешь. Хочешь бухнуть в Кока-Колу? Я думаю, что на нас с сценами смотрят. И я стою на них такой, что там интересного? Я очень подозрительный человек. Я бы от себя убежал, если честно. Эй, девушка, что делаешь? О, кто это? А, это, короче, подарок Тане Кеннеди. За то, что ее заметили, за ее невероятную академическую возможности. Я помню, она говорила мне об этом. Плохо, что я не увидел ее тогда. Так Кеннеди, значит, это та, которая потерялась. Однажды я тоже когда-нибудь такую получу? Я знаю, что я должна. Почему девочки вроде Кеннеди получают награды так легко? Ей, какой гололастик. Или такой же, как Марта Дженкинс. Я слышал, что она очень безголовая снаружи школы. Она бегает с собой ключи от ее квартиры в рюкзаке. Если вдруг она потеряет что-то. И это она-то получает награды. Так, мы узнали, что девчонка какая-то боится потерять ключи. Поэтому она постоянно ключи таскает с собой в портфеле. Я смогу их спиздить. Так, а что, где я вообще? Кто я? Ты кто такой? Молодой человек. Эй, чувак. Странно видеть тебя здесь. Хе-хе. Решил наконец-то прийти в школу. Ну да, типа того. Давай улыбнусь. Ну да, типа того. Да, хочу. Вы улыбнулись. Ебать, ты лучше не улыбался. Ты вообще из-за чего улыбаешься, дебил? Майк ищет тебя целый день. Знаешь почему? Если б я был тобой, я бы в школу не возвращался. Я буду следить за своей спиной, Уилл. Это я сказал. Не понял, ты мне угрожаешь, мудила. Галожопец, слышь ты. Ты видел мою улыбку? Мне угрожать вообще опасно, в принципе. Я маньячина. Я ж больной, на голову. Буквально. Вон, девушка в стену пошла, когда меня увидела. Так, ладно. О, у нее есть лицо. Регина Холмс. О, нет, Холмс. Она меня разгадает. Уилл, это ты? Здорово всем. Такая дебильная улыбка. С претим. У тебя отвратительное лицо. Ты выглядишь нормально. Мне ты не нравишься. Ты что, по-твоему, думаешь, мы тут делаем? Джимми, подожди. Уилл, где ты был? Где Таня? А я откуда знаю, где Таня? Я пытаюсь узнать, кто такая Лиля. Без вашего замечания, ваше лицо начинает растягиваться в тупую улыбку. Я точно ее убил. Блин, как интересно. У нашего героя эмоции не управляются. Но когда ему задают неловкие вопросы, у него начинает дебильная улыбка появляться. Таня? Нет! Нет, спокойно, спокойно, спокойно. Таня? А шо с Таней? А шо с Таней? Тихо, 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 тихо. Нормальная, нормальная, нормальная эмоция. Это по-вашему улыбка, что ли? Это улыбка? О! У вас лицо было обычным, нормальным, неподозрительное вообще ни разу лицо. Таня! Все в порядке, парни. У него нейтральное лицо. Я не шутю, Уилл. Так я и не улыбаюсь. Ты... На моем лице разве была улыбка? Слушай, на самом деле твое лицо выглядит еще криповее, чем мое. Она не отвечала на ее телефон. Она также и не дома. Ее мать звонила мне. И музыка затихла в этот момент. Не, ну ваши отношения с ее матерью вы должны оставить где-нибудь вне школы, окей? Ко мне какое-то отношение имеет? Я думаю, что полиция в этом всем замешана. Или что-то типа такого. Потому что Марта теперь в офисе директора. Марта это та шляндра, которая получила награду. Разве она там? Ваше лицо было нейтральным. Выглядело странно. А какое мне лицо должно быть? Мне насрать на Марту, где она там сидит. Хоть она сидит где-то на бутылке, хоть она сидит в кабинете у директора, хоть в кабинете на директора на бутылке, хоть у него на коленочках. Мне вообще плевать. Какое у меня еще, по-вашему, должно быть лицо? Да-да-да. Джимми, ты мне не нравишься. Слушай, чувак, я знаю, что мы много времени вместе не проводили в последнее время. Я могу предположить, почему. Потому что ты огрызок человека. Но нам нужно все, что ты знаешь о Тане. Я даже не знаю, кто это. Эй, не будь таким прямолинейным. Ну и да. В целом, мы очень беспокоимся о ней, Уилл. Пожалуйста, можешь ли ты сказать, где она? Если у меня сейчас появится дебильная улыбка, и она у меня в подвале, парни. Знаете, она у меня в подвале, где-то в одном из мешков. Возможно, в мусорном мешке, в который я выносил. Я тебе говорю, я не знаю. Я с ней вообще время не проводил. Марта часто всякую фигню придумывает. Это неправда. То есть Марта меня обвинила, что ли? Да, ну-ка, парень, давай-ка поаккуратнее. Не обвиняй там всех. Слушайте, ребят, почему вы вообще об этом так беспокоитесь? Может быть, ей нужно время развлечься одной? Так, давай мы не будем, не будем, не будем. Не полись, не полись, не полись! Это нормальная эмоция, нормальная... Не улыбайся! Вы сделали грустное лицо. Это выглядело как-то неискренне. Я им сказал, может, ей нужно немножечко времени одной просто провести, и это происходило с грустным лицом. Ты вообще себе веришь? Мне кажется, если бы я правильно выразил эмоции, они бы мне поверили, возможно, другая концовка была. Мы знаем Таню дольше, чем ты. Она не такая, знаешь ли. Ну, молодец. Что ты выпендриваешь? Слушай, сначала ты ее мать хорошо знаешь, потом ее ты хорошо знаешь. Разберитесь там со своим тройничком как-нибудь наедине. Я к этому какое отношение имею? Алло, дядя. Может быть тебе... Неподозрительное лицо. Может быть тебе надо расслабиться и оставить ее в покое? Может быть тебе нужно перестать страдать хуйней и сказать нам, где она? Это он говорит, это не я матерюсь. Джим! В кролика превратился. Где, кстати, Марта? Неважно. Дырка в заднице. Джим. Директор хотел видеть ее. Так что, Уилл, ты говоришь, что ты не знаешь, где Таня, да? Нет? Так Марта у директора, да? Я думаю, что она уже закончилась с директором. Чего они там закончили? Большой Грейв сказал, что он хочет ее на крыше. Это правда. Большой Грейв сказал, что он хочет ее на крыше. А, он видел ее на крыше. Понял. Кстати, он также тебя тоже хотел увидеть на крыше. В любом случае, как насчет... Хорошо. Пожалуй, мне пора. Эй, подожди минутку. Уилл, подожди. Парни, мне пора. До свидания. Не увидимся никогда. Вообще, не подозрительно ни разу. Окей, парни, я пошел. Туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры. Так, тут у нас двери какие-то. Мне, наверное, надо в одной из дверей, да? Опа. Эй, подружки. Разве это не страшно? Манда говорит. У тебя отвратительное имя, Манда. Э-э-э-э-э-э... Я слышала об этом все в разрушении самого себя. Но все равно это звучит как-то стрёмно. Я хотела... Научиться тульпомансии в какой-то момент. Тульпомансии, это, короче, ты тульпу, когда тебе делаешь. Ты, когда, короче, с ума сходишь настолько, что тебе чудятся... всякие сущности которых нету и они твои друзья то есть она хочет себе придуманного друга вот проще всего но я не хочу терять саму себя знаешь кумер и луиджи суши манда я не имею ввиду что это не про уничтожение все уничтожение боль и так далее она идет изнутри тебя понимаешь ты в общем когда разберешься в себе тогда ты отделишь от себя злобу плохое все и хорошие станешь хорошим вот я имею ввиду вот эту ты себя обретешь как бы само по себе вот это вот внутреннее все в тебе она ну противоречивы понимаешь момент когда ты начинаешь понимать это противоречие тогда у тебя проблемы уходят а как ты можешь это делать вообще ведь у тебя есть тело есть мозг и так далее ну как бы они разделены в любом случае да странно что мы вообще об этом думаем типа внутреннее внешнее ведь в конце концов это просто слова вот предположим у тебя есть бульбочка и твоя бульбочка и у меня есть бульбочка у нас есть бульбочки и я говорю что твоя бульбочка моя бульбочка и тогда они обе взрываются и в результате у нас только воздух от как я могу сказать что вот этот вот воздух в которой был в бульбочке он мой эй джей я думал что он опять на нас пярится да я знаю что блять он хочет интересно а давайте пообщаемся не могу короче они говорят о том что довольно трудно отделить себя внутреннего от себя внутреннего то есть вот допустим ты хочешь убрать у себя какую-нибудь до гнильцу но вот тебе трудно сказать что именно твоя гнильца и где начинаешься ты а где заканчивается твои плохие привычки понимаешь да то есть скорее всего не имеют ввиду что типа без плохих привычках и всего того что в тебе есть ты сам собою не являешься вот как то так короче выпендриваются на самом деле клоунши две любит философию какую-то пускать в глаза а я на них пялюсь потому что я неадекватный человек я маньяк я убиваю людей а чё еще делать на самом деле вне школы я в школу не хожу так маньяки появляются реально в школу не ходишь а потом все делать нечего начал убивать всяких детей и девочек мне нужно найти комнату марты для того как я пойду на крышу ладно комнату марта где я тебе ее найду подожди говорит мне нужно найти класс марты до того как я отправлюсь на крышу класс марта это а вот странно я сюда захотеть зашел о нет девушка ушел я не заинтересован в этом ладно привет я собрался с мыслями просто прости марта я просто или ты не марта или купер а сори купер извини купер я просто не привык разговаривать с девушками понимаешь у меня нужно было перевести дыхание о привет здорово извини а мы знаем друг друга подожди а разве ты не был на этой вечеринке я еще и на вечеринке хожу блин я наверное самый веселый парень на вечеринке хожу и и пялюсь на всех да на вечеринке мета в прошлый понедельник да мы говорили там помнишь я был в дрободан просто ясеневым соком она наверное имеет ввиду вечеринку на улице вот этой 29 27 1 вы были там но вы не знаете кто она видимо вечеринка прошла хорошо да я тебя помню а можно не надо да можно не надо не пались да не пались да хватит что-то грустный отвращение вы выглядите вы выглядите отвращенным я помню тебя и лучше не помнил ты уверен а как меня зовут тогда лаура хейвард давай улыбнемся я типа шутку говорю потому что ее зовут не так я вижу вы улыбнулись улыбка какая-то странная стала я имею ввиду ха-ха я не помню извини лаура кто да ладно чувак чё я не сказал ничего про лауру а то алло шизофреничный ты овощ меня зовут элли элли купер ха-ха-ха да конечно помню теперь я подкатываю к ней учитесь парня как надо подкатывать девушки сначала подходишь к ней говоришь что ты не помнишь ее имени хотя очевидно я помню имя потому что я знаю какое зовут у меня появляется здесь внизу ее имя то есть наш главный герой реально это романтик он такой знаешь дамский угодник он знает что какое реально ее имя он знает что я зовут элли но он решил выпендриться типа такой обернуть все это в шуточку говорит да я не знаю как тебя зовут конечно чтобы ей стало неловко потому что такая она думала что она такая супер поездатая классная девчонка а тут кто-то ее не помнит и она такая ах ты паскуда и хочется меня добиться вот поэтому я в результате такой да ладно я не помню тебе подруга закуриваю невидимую сигарету потому что я очевидно позер и все элли тебе верит она верит мне в том что я ее не помню но молодец что помнишь а как у тебя дела ты слышал кстати говоря девушка с которой я была на вечеринке таня таня кеннеди никто ее теперь не видит правда я видела также полицейскую машину тут рядом ездит это секрет но марта дженкинс у директора сейчас не знал серьезно жесть вау а где у нее кстати говоря класс ее ну номер у нее какой у марты это подожди а зачем ты спрашиваешь она ведь не у себя в классе сейчас норм 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 не палимся брони палимся не палимся нейтрально ваше лицо нейтральным осталось ну ладно в принципе ну хочешь и хочешь узнать почему вы нет 430 у нее на номер двери дверь рядом с нет с этой ты уверен я имею ввиду да 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 я ведь там уже был ну да я уверена просто подойди посмотри на значок рядом с дверью есть еще одно еще одно преступление завершено без палева вообще может быть это даже и удобно для убийцы какого-нибудь потому что мы же с тобою можем управлять своими эмоциями 430 ну серьезно правда у вас новое задание найди ключи марты и адрес ее за мной тень какая-то черная ключи вот вы нашли ключи напкинсы так а как мне узнать ее адрес пойду девочки спрошу где она живется где она живет блин я выгляжу крипово так марта дженкинс 12740 бёрст у вас есть новое задание поговорите с мартой на крыше были прикольно так сделано пойдем на крышу так окей интересно то есть мы с тобой теперь знаем о том что где живет марта у нас есть ключи от дома марты мы можем прийти и спиздить ее собаку это все что я хочу сказать пойдем на крышу нам надо там увидеть теперь с марта и не спалиться что я у нее забрал ключи о нет марта уже с крыши скинули с крыши да это большой джонни или как там его зовут чё ты тут лежишь чет подруга тут лежишь ты уже готова ко мне типа или что привет марта ваше лицо было нейтральным марта выглядит испуганной еб твою мать что ты здесь делаешь человека скинула это разве не была с большим джо или как там его зовут я хотел поговорить с тобой кое о чем марта ты был уже у директора нет я знаю что ты была что ты хочешь выл я знаю что это был ты тем кто последний видел таню это все ты думаешь мы не знаем что происходит между вами двумя даже я не знаю что происходит между нами двумя ты разговаривала с полицейскими об этом уже а почему ты отвечай мне да 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 я говорила но я не сказала им ничего особенного я думаю что детектив хочет увидеть меня завтра имя детектива я не помню я только знаю что он азиат что-то типа детектив и у я не уверена в любом случае почему ты не хорошо распускать слухи марта это знак очень очень плохого друга мы играем с тобой за убийцу вау вау мне интересно что ты о чем говоришь я еще скину с крыши ну-ка давай проверь насколько тут высоко ты с тобой все в порядке что происходит вы лим я расскажу я покажу тебе что происходит марта эй жопа здарова майк я улыбнусь с тобой хотя нет я не улыбнусь недостоин ваше лицо было нейтральным выглядело странно а как я должен чувак меня а я должен был злым выглядеть ай ты блять майк более напряжен теперь мне надо было улыбнуться все же блин круто каждое действие наше имеет значение потому что если бы полимся то мы полимся но в данном случае как-то тупо я должен был нейтральным почему я иначе если бы я улыбнулся по не полива было бы я видел тебя ублюдок где таня откуда я должен это знать удивленный удивленное лицо откуда я должен это знать вы сделали удивленное лицо майк напрягся я удивлен потому что он у меня об этом спрашивает хотя блять моя девушка я не уверен что я знаю о ком ты говоришь не но это уже тупо майк это уже тупо ты знаешь кто его девушка серьезно во первых она сначала с тобою мутится за за моей спиной а дальше все что я узнаю это то что она пропала то есть она она тебя променяла на меня чувака который не имеет эмоции в принципе окей бро это очень плохой знак для тебя как для парня если честно целую блять неделю чувак не может быть что ты нахуй не знаешь я я правда ничего у нас ничего не было правда какую вот я должен эмоцию ну не знаю сюрприз вы сделали сюрприз это выглядело честно о хоть что-то я честно попал майк раз не понимает что происходит что ты имеешь ввиду марта сказала мне она врет о нас я не вру ты блять похоже на рыбу фугу заткни свое в рыбье лицо знаешь мы знаешь кого мы ненавидим больше всех в нашей компании мы ненавидим крыс так ладно не так ли грейвс майк не понимает что происходит чувак прекращай майк это майкл грейвс он большой грейвс человек прекращай и марта наш друг она бы никогда нам не соврала не так ли конечно не соврала бы почему бы я соврала тебе уилл она выглядит лживой я чувствую вкус ужаса марта я видел у вас двоих вечеринки знаешь ли и я знаю что таня пошла с тобой подожди это это ложь та девчонка разговаривала стане и я ничего не помню вообще в принципе и после этого вы оба пропали почему бы тебе не сказать что произошло я просто не думаю что я могу вам доверять нейтральное лицо ваше лицо было нейтральным я сказал я не думаю что я могу вам доверять ребята давай-ка не притворяйся крутым ты знаешь это ведь твоя ошибка а я знаю это тоже это просто время времени когда я узнаю кто сделал это ты не узнаешь его прямо говорю что ты узнаешь что по крайней мере если ты продолжишь вести себя так как ты себя ведешь то ты ничего не узнаешь да может быть ты и прав но даже если ты так говоришь ничто не останавливает меня от того чтобы выбить из тебя все дерьмо пока ты не заговоришь со мной майк прям пошуром концовка дэва вау и я уверен что в этой концов в этой демке мы можем пойти еще и к ней домой изучить у нее все это только начало истории старайся больше и тогда узнаешь больше круто я я я не в шоке но я в приятном шоке то есть мы узнали с тобою что наш главный герой что-то явно скрывает мы не знаем что мы не можем узнать что но он явно полон каких-то лживых мыслишек был какой-то чувак в бойлерной сколько здесь концу сколько здесь концовок мы ни одной не открыли мы ни одной концовки не открыли парни и это только дымка это только дымка ладно я надеюсь тебе понравилось напиши в комментариях если хочешь еще мы узнали что кто-то есть бойлерной в нашем доме какой-то подозрительный чувак который даже меня пугает а меня напугать трудно мы знаем что мы стане и по ходу мутились но куда-то она пропала мы не знаем куда и возможно мы ее убили а возможно нет и кто такая лила название игры а мы не узнали ну ладно я надеюсь тебе понравилось подписывайся на канал оставлять свои комментарии игрушка шикарная пока на этом все пока до скорого удачи